Смоленская АЭС Награждение участников праздничного онлайн-марафона В Смоленской АЭС выработано более 1,1 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 14 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС 1 января на Смоленской АЭС В Смоленской АЭС стартовала ремонтная кампания 2021 года. Своевременность и качество ремонтных работ во многом зависят от применения инструментов культуры безопасности в производственных процессах, соблюдения требований охраны труда, единых для персонала, атомной станции и подрядных организаций стандартов. Общая продолжительность ремонтной кампании 2021 года – целевой уровень 158 суток. По графику, утвержденному в концерне «Росэнергоатом», энергоблок номер 3 остановлен на 60-дневный капитальный ремонт с установленным верхним целевым уровнем 55 дней. Среди наиболее длительных операций – модернизация трубогенератора номер 5, измерение геометрических характеристик технологических каналов. С помощью инструментов производственной системы «Росатома» планируется оптимизировать сроки ремонта. Кроме того, в 2021 году текущие ремонты предстоят на энергоблоках номер 1 и 2. Качество и своевременность ремонтов напрямую повлияют на выполнение государственного задания по выработке электроэнергии. Оно достаточно амбициозно – более 22 миллиардов киловатт-часов. Звание «Работник года по культуре безопасности» на Смоленской АЭС присвоено заместителю начальника цеха тепловой автоматики и измерений Антону Григорьеву. В производственной деятельности он демонстрирует высокие профессиональные знания и навыки, строго соблюдает требования безопасности при выполнении работ, внедряет предложения по улучшению деятельности своего подразделения и предприятия в целом. Радости маленьким и взрослым десногорцам добавило торжественное награждение 23 января. Почти 200 дипломов и сладких призов вручил председатель профсоюза Игорь Хомяков участникам проекта. Самые активные стали победителями в номинации «Созвучие талантов». Фото и видео, которыми сейчас переполнена страничка ВКонтакте «Культура и спорт» профсоюза САЭС, ярче слов передают эмоции и таланты марафонцев, их стремление показать свои умения и научиться чему-то новому. С 25 декабря по 11 января, что длился проект, занятия по душе нашли не только десногорцы, а даже подписчики из ближайших областей. Можно было украшать окна, петь, читать стихотворения, рисовать, записывать клипы с танцами и новогодними пожеланиями, загадывать загадки, готовить вкусные бутерброды, мастерить ёлки из подручных материалов и другие поделки, делиться фото из семейного архива и любимыми рецептами. За весь период новогодних праздников число участвующих более 500. Вот сегодня у нас награждение, награждаем практически всех участников и, соответственно, и победителей. И очень рад, что, собственно, дети нашли занятия по себе, разноплановые проводились конкурсы, здесь и кулинарный батл, здесь и украшения, здесь и поздравления. Они, в общем-то, нашли каждый по себе. Я очень рад, что дети, мало того, что заняли сами, вовлекли в этот процесс и родителей. Я участвовала в конкурсах очень разных. Я расскажу, вот, например, я готовил лазань, и у меня из лазани получился быт. Я еще участвовала с братом в конкурсе, где надо было петь песню друзей и в лесу ходить елочкам. Мы с мамой делали утеброды, танцевали, елку делали. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok